Так и без смирения добродетели не бывает благоплоден. Как без зла-то торговец-неторговец хотя бы очень способен был к тому, так без смиренно-мудрия подвязающиеся не увидят благих плодов добродетели, хотя бы очень много полагался на свое благоразумие. Как в исполнении всех заповедей надо бы преуспевать, так и в смиренно-мудрия глубже и глубже должно погружаться тому, кто боится, как бы не оказаться чуждым среди возлежащих на брачной вечере. Смешай с простотой воздержания и смиренно-мудрием сочетай истину, и окажешься сотропезником правды, вслед кое любится превводимо быть, как на трапезу всякая другая добродетель. Нрав благие свидетельствуют о красоте добродетели, а благопристойность членов о мире души. Первое добро есть ни в чем не погрешать. Второе не стыдиться открывать свое погрешение, но и не бесстыдствовать в нем, а более смиряться. И когда укоряет, укорять и самому себя, и охотно принимать эпитемию, что если не бывает, не имеет цены все приносимое Богу. При произвольном злострадании и подвигах самоумершления должно покорно принимать и непроизвольное, состоящее в клеветах, потерях и болезнях. Неприемлющий покорно сих последних, но бывающий недоволен ими ропотлив, подобен тому, кто желает всегда вкушать хлеб свой без соли. Господином, будучи, зрак раба приемлющим, является тот, кто божественными словесами одежду души ближнего запятнанную омывает, а раздранную подчиняет приложениями заплат. Доблюдется, однако же, делающий это, как бы через тщеславие по поводу того, что он так делает, вместе с наградой зато не лишится и присущего ему достоинства власти. Господь сохранит вхождение и исхождение твое воздержанием относительно яств и языка. Ибо кто воздержан в пище входящей и употреблении слова исходящего, тот избегает похоти очей и неразумный гнев укращает, о которых более всего должна быть забота у подвязающегося, чтобы они не проживались. От этого деятельность получает силу о созерцании твердости. Иные же о входе яств внимательную ведут осторожность, а об исходе словес не родят. Таковы и не умеют по их крестьяству исторгать гнев из сердца и похоть из плоти. 11.10. Чем сердце чисто созидается от обновляющего нас Духа Святого. Пусть чрево твое горит от скудости яств, и сердце утесняется воздержанием языка, и твои силы, вожделительные и раздражительные, всегда будут у тебя находиться в услужении добру. Подвязающемуся необходимо знать, когда и какими яствами следует питать тело, как врага, и когда следует утешать его и подкреплять, как друга изнемогшего, чтобы по ошибке не предложить ему дружеского питания, когда оно враг, и вражеского, когда оно друг, и раздражив его тем и другим, не найти его во время искушения на стороне борющих врагов. Когда приемлющий пищу предпочитает питание усложнению гортани, тогда посещает ее благодать слез и начинает утешать его с такой силой, что он забывает о всякой другой сластье, будучи вполне насыщен несторавненной сладостью этих слез. У расширяющего путь свой слезы истекают, а у возлюбившего путь тесный, они бьют большим ключом. Не бывает без печали ни грешной, ни праведной, но первый печалится о том, что еще не совсем отстал от греха, а второй о том, что еще не овладел всем добром. 60. Молитва и молчание – суть из числа добродетелей в нашей власти состоящих, а пост и бдение – суть из числа не вполне в нашей власти состоящих добродетелей, так как они зависят и от сложения тела. Подвижнику предлежит потому и сдирать, что наиболее для него исполнимо и полезно. Дом молитвы – терпение, ибо им она поддерживается. Потребуй же ее смирение, ибо им она питается. Не связывай себя малым и большим не будешь порабощен, ибо не бывает так, чтобы большее зло образовывалось прежде меньшего. В ком царствует милость и истина, в том качествует и все Бога угодное, ибо та никого не судит без милости, а эта никому не человеколюбствует не по истине. Растворивший воздержание простотою, причастником будет тамошнего блаженства. Не отсечешь борющих тебя страстей, если наперед не перестанешь возделывать земли, из которой они заимствуют себе пищу. Одни только тело стараются очистить, а другие и душу. Ибо одни получили силу воздерживаться только от дел греховных, а другие и от страстей, которые же и от похотения получили силу воздерживаться. Тех весьма немного. Страстен тот, у кого влечение ко греху сильнее помысла. Хотя он и не грешит еще, сладострастен тот, у кого действия, энергия греха слабее помысла. Хотя им овладевает страсть внутри. Пристрастен тот, кто свободно или лучше раболепно привязан к тому и другому. Бесстрастным был бы тот, кому неизвестны такие разные движения и состояния греховные, кто не испытывает их. Изгоняется из души страстность постом и молитвою, сладострастие бдением и молчанием, пристрастие безмолвием и вниманием. Бесстрастие же устанавливается памятью Божией. Из уст бесстрастия, как соты меда, каплют словеса вечной жизни. Кто же сподобится к устам того прикоснуться своими устами посреди сосов его во дворице и сладкой благоуханием одеждь его облагоухается, то есть насладиться плодами добродетелей, которыми запах более всех ароматов, известных нам через чувства. Песень 4.10.75. От видимого обнажится всякая душа, а тело же греха немногие из тех, которые насладились сладостями здешней жизни. Из живых телесно мертвыми бывают все, греху же мертвыми только те, которые возненавидели его от всей души. Душа разумной, находясь в сопределе света чувственного и мысленного, при помощи одного имеет возможность видеть и делать телесное, а при помощи другого — духовное. Но поскольку в ней свет мысленный помрачился, а чувственный стал более ясным по причине навыка к нему из начала установившегося, то она не может всецело простерчиться зрением к божественным вещам, если во время молитвы не будет вся со светом мысленным. Но поневоле ей приходится оставаться в промежутке между тьмой и светом, во тьме чувственной, вращаясь по привычке и склонности, во свете же мысленном одним мечтанием. Даса пребывает с умом, как луч в солнце молитва, без которой чувственное попечение, как облака безводные, вокруг носясь, лишают ум свойственной ему светлости. Ум страстный не может войти в тесную молитвенную дверь, если прежде не оставить сластолюбивых попечений своих о чувственном, но всегда будет лишь мучиться бесплодно, вращаясь в тени его попечения. Если ум не отбросит всякое излишнее попечение о чувственном, то легко возносящимся горе сделаться не может, не может понять и своего чина. Молитва, подкрепляемая слезами, извергает из души вовне все враждебные все ей помыслы, но их возвращает опять блуждание ума, усиливаемое прознословием, которое изгнавшее изгоняет вместе и всегубительное зло дерзости, несдержанности во взорах, речах и движениях. Пост есть образ дня по причине явности его, а молитва — образ ночи по причине неявности ее и сокровенности. Кто же то и другое проходит, как должно, сочетавая каждое из них с другим, тот достигнет града преднамеренного, откуда отбеже болезнь и печаль и воздыхание. Исайя 51.11.85. Духовное делание может состояться и стоять без телесного, соответствующего ему дела. И блажен, кто вещественному делу, то есть телесному, предпочел лучшее невещественное, то есть духовное делание. Кто имеет его, тот им восполняет и отсутствие дела внешнего, живя жизнью молитвы, сокровенной для других, но явной для Бога. Апостол призывает нас верою терпеть, упованием радоваться, в молитве пребывать, что прибыло в нас и благо радования. Если так, то следует, что не имеющий терпения не имеет и веры, не радующийся не имеет надежды, ибо отверг причину радости молитвы и не пребывает в ней. Как древле, не спав из своей области, ум забыл о ее преславной светлости, так теперь забыл о всем здешнем, должно ему опять востекать туда молитвою. Что для дитяти иссохшей сосы матери, то для ума молитва, не дающая ему утешения. Когда же она инаковой бывает, то есть исполняет ум утешением, тогда он уподобляется детяти от удовольствия засыпающему в объятиях матери. Не может содружиться с молитвою тот, кто не отрекся от всего вещественного, кроме пищи и одежды. Стань вне всего другого, ибо желаешь быть в молитве с единым умом. Не все одну и ту же имеют цель в молитве, но одни одну, а другие другую. Иной молится, чтобы, если возможно, сердце его всегда было с молитвою, и чтоб все выше и выше восходить в ней. Другой, чтоб стяжать навык не быть присмыкаемым в молитве помыслами. Все же молятся, все же, говоря общее, или чтобы сохранену быть и в добре, или чтобы не быть увлечены во зло. Если от молитвы никто не отходит несмиренным, ибо всякий, когда молится, сокрушается во смирении, то очевидно, что не молится во смирении тот, кто вовне обнаруживает горделивую продерзость. Если, пребывая в молитве, будешь смотреть на вдову, подвигшую жестокосердого судью, оказать ей справедливость, то не станешь стужать все при нескорости получения благ и спрашиваемых молитвой, то есть смущаться. Не прибудет с тобою молитва, если замедляешь в суетных помыслах внутри, в пустых беседах вне, но она скоро возвращающаяся видится к тому, кто ради ее много отсекает в себе. Если в лоно души не внидут словеса молитвы, то слезы не омоют лонит души. Сто Ключ царства небесная молитва, держащая ее как следует, зрит отложенные, обетованные друзьям ее благо. Кто же только настоящее видит, тот не возымел еще дерзновение в ней. Не может ум во время молитвы с дерзновением говорить перед Богом, растерзал есиузы моя, тебе принесу жертву жертву хвалы. Если он возделением лучшего не отторгся от боязливости, страха за жизнь от утеснения плоти, и разленения, многоспания, и многоедения, от которых падение. Стоит вне первой завесы, вне скинии на дворе тот, кто влается, качается мыслями во время молитвы. За этой завесой внутри скинии передней ее части, именуемой святая, находится тот, кто молится неразвлеченную молитвою. Во святая же святых проникает один тот, кто по умиротворении естественных помыслов и движений, с единым тем пребывает, кто есть превыше всякого естества, получая от него и потребное просвещение. Когда душа, упразднившись от всего внешнего, сочетовается с молитвою, тогда как бы пламя некое окружает ее и делает ее всю, как железо огнем проникнутою. И тогда душа, все та же душа, только бывает неприкосновенной подобно раскаленному железу для всего стороннего. У добре проходящих деятельную жизнь, молитва иногда подобно облаку, осеняя их, укращает палящие их помыслы, а иногда как бы каплями дождевыми орошая их, показывает им духовное созерцание. Ум, устремляясь в горе, не тот час востекает туда, но после того, как совершенно презрит все дольнее, посвятив себя божественным деланием, когда освободишь ты ум свой от всякого пристрастия к телам, яствам и деньгам, тогда что не будешь делать, все то вменится в чистый дар Богу от тебя, и воздана тебе будет за то тем, что откроется очи сердца твоего, и ты будешь ясно поучаться в нем законом Божиим, которое слаще меда и сота покажется умной гортани твоей по причине издаваемой ими приятности. Не можешь ты сделать ума своего высшим похотение тел, денег и яств, если не введешь его в чистую страну праведных, в которой или под действием которой, внедрившись в сердце память о смерти и Боге, уничтожит в нем всякое восстание земных похотений, ничего нет страшнее памяти смертной и дивней памяти Божией. Та вселяет спасительную печаль, а это исполняет духовным весельем. Ибо пророк Давид поет «Помянув Бога и возвеселился», а премудрый учит «Помни последние твои одни смерти и вовек не согрешишь». 120. Пока ум не узит славы Божией откровенным лицом, да то ли душа не может возглашать в чувстве своем, я же возвеселюсь в Господе, возрадуюсь о спасении его, потому что покрывало самолюбие лежит на сердце ее, которое не снимается с нее без произвольных и невольных скорбей и лишений, оставаясь же на ней, не дает ей видеть, как все есть и бывает. не после бегства из Египта, то есть не после пресечения греха делом, и не после прихождения моря, то есть не после отсечения сочувствия и склонности ко греху, но после пребывания в пустыне, то есть после претерпения всяких бед, лишений, скорбей, вождь Израиля сподобляется узреть землю обетованную, то есть безстрастия обладающая сильным созерцанием умным в Таразаконе 34.1 По пустыне шествующие, то есть те, у которых грех в бездействии, по одному слуху знают о благах блаженной той земли, соглядатые своими глазами видят их, то есть пребывающие в трудах добродетели и послушания, упованием объемлют их. Войти же в нее сподобившиеся всем чувствам насыщаются ими, как медом и молоком. Не сораспялся еще Христу тот, кто имеет естественные движения плотские, и не спогребся еще ему тот, кто носит помышления и сочувствия плотские. Как же совосстать такому с ним, чтобы ходить в обновленной жизни? Древле древним заповедано было приносить фрам начатки от гумна и точила. Ныне же нам должно приносить Богу, как начатки деятельной добродетели воздержание и истину, а как начатки добродетели созерцательной любовь и молитву, теми отсекая стремление похоти и гнева, а этими суетные помышления и порождаемые ими прилоги. Начало деятельной добродетели воздержание и смирение, истина и целомудрия, конец же ее мир помыслов и святая чистота тела. 140. Истина доброе действование требует не только того, чтобы добре, то есть добрым духом делать добро, но и того, чтобы делать как следует, то есть чтобы делающе соблюдал в отношении к делаемому и время, и меру. Как действование без созерцания не бывает твердо, так созерцание без соответственного действования не бывает истинно. Надлежит как действованию быть проникнуто созерцанием, так созерцание утверждаем действованием, чтобы с одной стороны обессиливать зло, а с другой мощно являть добродетель в исполнении благонамерений благостынных. Конец деятельной жизни умерщвение страстей, а конец жизни созерцательной ведение добродетелей. На поприще деятельной добродетели многие текут, но один получает награду, именно тот, кто конца ее старается достигнуть с участием созерцания. Деятельному не удается надолго пребывать в созерцании, ибо он в отношении к созерцанию похож настранника, странно принятого кем-либо в дом свой, из которого однако он скоро должен выйти. Деятельные вратами заповедей Божьих входят в молитву, а созерцатели пребывают во дворе добродетелей в пениях и песнях духовных, и те благодарят, что избавились от уз, а эти, что взяли в плен восставших на них бранию. 150. грибцами мысленного корабля почитай помыслы, веслами живительные силы души, раздражение, энергию и похотение, волей и произволения, избирание, решимость. В этих деятелей всегда имеют нужду, а созерцатель не всегда. У деятеля по причине множества представлений, вещей чувственных, во время молитвы лежит на сердце покрывало немогущее открытие при сочувствии к ним. Один созерцатель, не имеющий такого сочувствия, может откровенным лицом отчасти видеть славу Божию. Дверь разумной души есть чувство, храм рассуждения, архиерей ум. И так на дворе стоит ум, развлекающийся безвременными помыслами, в храме занимающийся помышлениями благовременными. Сподобившееся же войти в божественное святилище не касается ни того, ни другого. В доме души деятельной пребывает рыдание, жалость и горе из Икиля 2.10 по причине тягот и трудов, а в душе созерцательной слышится голос радости и исповедания, поотрадности ведания, ведения. Созерцание мысленных вещей есть рай, муж духовный входит в него в молитве, как в дом, а муж деятельный в отношении к нему походит на прохожего, который хотел бы заглянуть туда, но не может, потому что ограда того дома выше его духовного роста. Деятельный может украситься совершенным благообразием нравственным, если подобно патриарху Аврааму и он не выйдет из дома своего естественного закона и от сродства своего, сравнившейся с ним самоугодливой жизни. Ибо только таким образом и он, как печать, получит обрезание родительской похоти, по причине кое от рождения лежит на нас покрывало, не дающее нам восприять совершенную свободу. Для жизни деятельной пост и бдение суть припоясания чресу, а для жизни созерцательной молчание и молитва суть светильники горящие. Уму несовершенному не попускается войти в плодоносящий вертоград молитвы. Ему достаются как бедному остатки после обобрания винограда в Тарозаконе 24-21 одни псалмопения. Как не все удостаивающиеся, говорит царем, приглашаются и к столу его, так не все из приступающих к молитвенному собеседованию с Богом вводятся в состояние молитвенного созерцания. Узда гневу благовременное молчание, бессловесному похотению воздержанное питание, а неудержимому помыслу однословная молитва. 170. Не желающий спуститься вглубь, чтобы достать оттуда маргарит чувственной, не желающий вознестись в горе, чтобы обрести там маргарит духовной, не достигнут желаемого и искомого, если первый не обнажится от одежд, а второй от всего чувственного. Ум внутрь сердца, сосредотачивающийся во время молитвы, бывает, как жених, беседующий с невестою своею, а не входящий внутрь себя, как стоящий вне брачного чертога, стеня вопиет, кто ведет меня в оград ограждения, Псалом 59, 11, или кто будет мне вождем, чтобы во время молитвы не презревать суеты и не изставления ложно, 39, 5, Псалом, что пища без соли для гортани, то молитва без сокрушения проходимая для ума. Душа, еще ищущая молитвы, подобно жене, мучающейся родами, а душа, обретшая молитву, подобно жене, родившей, и радости исполненной по причине рождения. Некогда Мария, обитавший на горе, поразил понудившихся взойти наверх горы той, числа 14, 44, ныне же злое забвение отгоняет тех, которые прежде достижения сердечной чистоты покушаются взойти на самый верх молитвы чистой. Молитва, как молитва, бывает хлебом укрепляющим новоначальных, молитва с каким-либо созерцанием соединенной бывает елеем умощающим, а молитва безвидная, без воображения, вином благоухарным, которое ненасытно пьющее приходит в выступление. Подвязающемуся надобно тело свое ограничить одним видом пищи, а ум однословную молитвою, и тогда став неудерживаемым страстьми, будет он в состоянии восторгаться к Богу во время молитвы. Грозящий палкой на собак раздражает их против себя, а демонов раздражает тот, кто нудит себя чисто молитве. Когда непрерывным упражнением в молитве напечатлеется в сердце молящегося словеса псалмух, тогда он, как добрая земля, и сам от себя начинает произращать те розы созерца, то розы созерцаний в области духовной, то лилии уразумения красоты и стройности мира вещественного, то фиалки постижения неудобозримых разнообразных судов Божиих. Душа, совершенно отрекшаяся от себя самой и всецело предавшаяся молитве, сходит долу из области, в коей витает выше тварей, не когда сама хочет, но когда благоволит тот, кто мерою и весом располагает все наше. Воин слагает оружие, когда кончится брань, а созерцатель помыслы, когда отрешенно возносится ко Господу. Воевода печалится, не получив добычи на войне, а проходящий деятельную жизнь скорбит, когда не сподобляется духовного созерцания в молитве. Олень бежит на источники вод вещественных, как ураненый зверем, а душа, уязвленная сладчайшую стрелой молитвы, стремится к духовным озарениям. Звезды скрываются с восходом солнца, а помыслы пристают с возвращением ума в свое царство. И созерцательный ум, когда влекомые потребности местиства исходит с неба долу, может возгласить то же, что и тот, кто изрек, если что, дивнее божественной красоты. И какая мысль обрадование помышления о божеском белилепии, и какое чувство так живо и неудержимо, как любовь Богом возжигаемая в очищенной всего худого душе, которая от полноты сердца говорит тогда «Уязвленная любовь и я» Песень 2.5 Говорит «Согрелось сердце мое во мне и в поучении моем возгорелся огонь. Прилично тому говорить, кто не утомляется, тищи след Бога молитвою, и дни человека видеть не пожелал» Иеремия 17.16 Да глаголит и деятельная душа, подобно невесте в песнях песней, когда по отложению ей всех своих худостей злые демоны и помысл лукавые начнут понуждать ее снова возреть на суету и не иставление ложно. Псалом 39.5 «Совлекся ризы моей, как облекусь в нее, умыла ноги мои, как оскверню их». Песня 5.3 200 «Сколь блаженна ты, боголюбивая душа, если из дерзновения можешь взывать к Богу, возвести мне, пастырь добрый, где пасешь овец твоих, и где в полдень даешь почить овнам твоим, что упоследуй им, не быть мне блуждающую по стадам друзей твоих». Песня 1.6 Деятельная 3.1 1.2 «Может быть, я найду его во всем и вне всего сущего и насыщусь, когда явлюсь славе его» Псалом 16.15 «Если принявший в дом свой царя через это самое становится преславным и это и преисполняется радостью более всякой другой радости, то что должна чувствовать душа по очищению своем приявшая в себя царя царей по неложному его обетованию и оставит ли она в себе что-либо невыброшенным вон такое, что казалось бы не к упокоению его служащим или что не позаботится она приять внутрь себя такое, что явно благоугодно ему, ожидающий быть наутро позванным пред царя, о чем другом будет заботиться как не о придумании слов имеющих быть благоугодными царю и всякая душа сие в отношении к Богу соблюдающая не окажется не готовой к тамошнему судилищу блаженная душа которая в ожидании что ныне приедет Господь ее ни во что совершенно становит труд целого дня а затем и ночи помышляя что как только настанет утро он тотчас явится ей Бог всех видит Бога же видят одни те которые во время молитвы ничего кроме Бога не видят другого и которые видят таким образом Бога те и услышаны бывают от него которые же не бывают услышаны те и не видят его блажен кто верует что видим есть от Бога ибо таковой не подвигнется с пути благоугождения ему благ царствия сущего внутрь нас миролюбивое око не видело и честолюбивое ухо не слышало и на сердце лишенное Духа Святого не восходило то они суть залоги благ какие имеют быть дарованы праведным в будущем Царстве Христовом кто не наслаждается здесь плодами Духа тот не может сподобиться наслаждения ими и там помыслы мужей деятельных походят на оленей ибо как эти то витают на вершинах гор страха ради от зеролов то спускаются в долины по желанию насладиться тем что на них так и эти не в духовном созерцании всегда быть не могут по бессилию своему на то не порядке дел по потребности упокоения от них которого они не дают не столько трудно пресечь путь реке чтобы она не неслась вниз сколько остановить стремление ума чтобы не влаялся не мотался по видимым вещам а устремлялся горек сродному ему сосредотачиваясь в молитве хотя это последнее по естеству ему а то по не по естеству не так быстро течет во своясе освободившийся после долгого плена пленник как ум освободившись от вещественных пристрастий обрадованной ногой устремляется к сродным ему вещам небесным кто не со вниманием молится но рассеивается в молитве тому псалом кажется иноязычным и он сам для псалма бывает как иноязычный посмешище из такого устрояют бесы ни одно и то же кому мир распялся и кто сам миру распинается ибо для них в возьми служит пост и бдение а для других нестяжание и самоуничижение к тому же без старых труды первых бесполезны 220 страница 439 третий том добротолюбия илия эгдик не может чисто молиться тот кто одержим красотолюбивой и честолюбивой страстью ибо пристрастие к сим вещам и суетные помыслы опутывает такого как веревками во время молитвы совлекает его долг как бывает с привязанной птицею когда она покушается подняться на воздух подняться подняться с подняться Продолжение следует...